Нижегородский педиатр добился победы. Тот самый, который заковал себя в кандалы и отказался работать за копейки. В месяц 4200 рублей. Зарплата стала больше, а на скамье подсудимых оказалась главврач. Присвоение, растрата, вымогательство, мертвые души, получавшие по 40 тысяч, махинации с премиями. Леонид Муравьев посчитал. На скамье подсудимых врач, но не тот, что год назад отказался лечить детей. Судят Татьяну Горбашову, руководителя поликлиники. Именно она вынудила педиатра пойти на крайние меры. Врач несколько необычно выглядит. Может быть у вас возникнут какие-то вопросы на этот счет? На запястьях педиатра порваны цепи. Это символ свободы, говорит Алишер Маметев. Он не намерен быть крепостным главного врача и работать за еду. 4200. Вся моя зарплата за работу. Вот такая благодарность. Лечит чужих детей, а сам думает о том, чем накормить своих. Копеечной зарплаты не хватает, вот и решился на бойкот. Знак протеста. Вновь приостановлены. Профилактический, плановый прием. Родители маленьких пациентов отреагировали сразу и довольно резко. Это вообще никак не устраивает, потому что с ребенком ехали 40 минут. Жалобы на терапевта посыпались в администрацию поликлиники. Как и вы, как и они. Как я не хочу кушать. И мои дети хотят кушать. Я должен приносить зарплату. Должен. Казмар, Домиан, Патерлимон, были бессередниками. Сама же главный врач Татьяна Горбашова озолотилась. К такому выводу пришли правоохранительные органы, когда ознакомились с предоставленной им документацией. Шех Маметьев оказался прав. Ему, как и многим другим медикам, недоплачивали. Руководители поликлиники, которая в беседах со строптивым педиатром не раз вспоминала о клятве Гиппократа, подозревают в присвоении более 2,5 миллионов рублей. Не понимаю вообще, какие деньги уходят в речь. Сейчас Горбашовой предстоит судебное разбирательство. В ходе следствия выяснилось, что в учреждении работали мертвые души. Так, мифический программист, согласно расчетным листам, получал в месяц 45 тысяч рублей. Не все было чисто и с премиями, которые выплачивались избранным сотрудникам. 60 тысяч рублей приказ по расширению работника, 50 тысяч должны отдать ей, чтобы получить 10 тысяч рублей. А ковы, в которых еще недавно принимал пациентов врач Шех Маметьев, возможно, скоро сомкнутся на запястье главного врача. За присвоение, растрату и вымогательство взятки Татьяне Горбашовой грозит до 7 лет лишения свободы. Сегодня скандально известный борец за правду работает в обычном режиме. В поликлинике он стал своего рода героем. Пусть и необычным способом, но о лишних моментах добился увеличения зарплаты как себе, так и другим врачам поликлиники. Леонид Муравьев, 5 канал, Нижний Новгород.